Добрый день, друзья. Хотел бы поделиться ответом Арсению, ответить на его вопрос в LinkedIn и, соответственно, показать другим людям, потому что вопросы очень хорошие, и я думаю, что станет полезно и другим послушать, кто, в принципе, задается подобными вопросами. Арсений пишет, есть понимание, что можно двигаться и развиваться намного быстрее, если общаться с людьми, которые уже имеют практический опыт в сфере, в которой я работаю. Это будет первый вопрос. Второй вопрос. Хочу узнать, какие ваши представления по тому, когда двигается сейчас IT, какие тренды сохраняются и какие появятся. Это второй вопрос. Также интересует момент. По менторсу хочу найти человека, которому было бы интересно общаться, делиться опытом и подсказывать, консультировать друг друга. Это третий вопрос. Начнем с первого вопроса. Если двигаться в каком-то направлении и с тем человеком, у которого есть уже в этом большой опыт и, скажем так, практический опыт. Это совершенно верно, Арсений. Действительно, это так. То есть, действительно, если вы двигаетесь с человеком, который уже впереди вас в чем-то, то вам будет намного проще. Вы увидите, по крайней мере, в каком направлении идти. Особенно, если этот человек добился успеха и вы понимаете, что вы дойдете до той точки, где сейчас этот человек находится. И, соответственно, вы получите приблизительно такой же результат. Это совершенно верно и таких людей нужно искать. По своему опыту могу сказать, что у меня до определенного возраста не было подобного понимания и, к сожалению, не было подобного опыта. Мне это пыталась жизнь показать, насадить с помощью моего окружения. И дошло до меня это буквально несколько лет назад. Я находился в окружении на спорте всегда людей, которые достигали очень больших результатов, которые становились чемпионами Украины, чемпионами СССР, чемпионами Европы, призерами Олимпийских игр. И, в принципе, мне было понятно хотя бы, куда идти, куда двигаться и в каком направлении развиваться. Но я не понимал, насколько это важно в тот момент. Потом в моей жизни появлялись также люди, которые профессионалы Лилы в своих областях, но я тогда это тоже не воспринимал через вот такую вот призму. Сейчас я так прекрасно понимаю, что такие люди обязательно нужны, с такими людьми нужно общаться. Причем общаться с такими людьми можно с двумя способами, которые я для себя нашел. Первый способ – это слушать, читать их книги, слушать их лекции, смотреть их вебинары. Второй способ – это общаться лично. Общаться лично можно точно так же через разные каналы, вплоть до того, что сейчас люди многим… Простой человек может задать вопрос очень известному какому-нибудь другому человеку, например, Авану Шварценеггеру или в гугл-компании, если мы говорим про IT, там, Сергею Брину или Пейджу. Можно задать этот вопрос в Твиттере, и вот вы удивитесь, но многие отвечают. Если правильно поставленный вопрос, если хорошо поставленный вопрос, который интересует многих, то на этот вопрос могут ответить такие серьезные люди, и это уже общение. Раньше это было практически невозможно, то есть найти контакт этого человека и задать ему вопрос и получить его экспертную точку зрения. Поэтому я полностью согласен с этим утверждением-вопросом, что нужно с такими людьми обязательно находиться рядом или как минимум получать опыт от них. Поэтому если вы в какой-то области развиваетесь, вот сейчас Арсений задается вопросом именно в IT, то нужно выбрать для себя именно ту область, в которой бы вы хотели развиваться, и по ней начать смотреть как минимум видео в YouTube, потом видео-семинары, проплачивать вебинары всякие, ходить на семинары, если есть такая возможность. Вот, допустим, в Киеве. Сейчас я нахожусь в Софии, в Болгарии, и я посетил уже Google Roadshow. Вот очки даже с этого Google Developers дали. Вот, обычно я очки не ношу, но солнце очень сильно палит. И Google Roadshow, на котором было обсуждено несколько интересных тем, я попал на искусственный интеллект. И это сразу же уже ответ на второй вопрос. Какие тренды, да, куда двигается IT, и какие тренды сохраняются, и какие появятся. Ну, какие появятся, я не имею ни малейшего представления сейчас. Но это прогнозировать невозможно, особенно с моей точки полета. Если бы мы спросили у Ларри Пейджа, допустим, или у Марка Цукерберга, то, конечно, я думаю, они могли бы что-то сказать, что бы соответствовало действительности, и, может быть, бы исполнилось в ближайшем будущем. По поводу трендов, которые сейчас я наблюдаю, благодаря своему опыту и участию в подобных семинарах, вебинарах, и встрече с разными людьми в этой области, я могу сказать, что на первом месте, скорее всего, это искусственный интеллект. Такая вот опасная штука, потому что многие боятся, что искусственный интеллект нас подменит. Может, так и будет, но на самом деле сейчас уже искусственный интеллект достиг такого уровня, что многие задачи он выполняет намного лучше, чем человек интеллектуальный. И вот именно по этому вопросу была презентация, причем практическая, на Google Road Show в 21 июня в Софии, на которой я присутствовал. Было достаточно интересно, практические занятия, кто был со своим ноутбуком, мог попробовать зайти, перейти по ссылке и попробовать создать своего, скажем так, ну не бота, а свою модель искусственного интеллекта, которая должна была решать какие-то задачи. И действительно, искусственный интеллект, конечно, продвигается огромными шагами в будущее, в направлении неизвестном нам, но пока это помогает человеку в разных областях. По поводу какие-то другие IT-сферы, которые развиваются, ну маркетинг, он развивался и будет развиваться за последние сто лет, все продается только лишь благодаря маркетингу, грубо говоря. И в этом вопросе, конечно, IT тоже не отстает, это Facebook реклама, это Google, это разные способы привлечения клиентов, разные способы взаимодействия. Это стало настолько популярным и настолько сильным инструментом, что Марка Цукерберга даже пригласили в Сенат, чтобы он объяснил, как он работает с данными людей, которые он получает, потому что это огромные данные. Соответственно, вот следующий момент, который я бы мог сказать, куда идет развитие, это Big Data. Есть такая отдельная, отдельный такой сектор в IT, это Big Data, это обработка и работа с большими данными. И это достаточно такой интересный момент, потому что идет обработка огромного количества данных, и их нужно обрабатывать очень быстро и анализировать быстро. Поэтому, в принципе, специалисты должны делать реальные какие-то серьезные продукты, которые работают практически мгновенно. Мы уже не привыкли ждать по 10-15 секунд, пока загрузится страница на сайте, что уже говорить о том, что ждать по полминуты, пока пройдут обновления. Поэтому, вот это третья, наверное, сфера IT, которая развивается достаточно быстро. То есть, первое, это искусственный интеллект, второе, это маркетинг разной сферы, таргетинг в Фейсбуке, YouTube рекламы и так далее. И третий, это Big Data. То есть, там может быть очень много, то есть, я еще не видел, чтобы в IT что-то умирало. Есть какие-то языки программирования, какие-то технологии, которые как бы умирают, но происходит следующая обратная тенденция. Какая-то технология умирает, но все равно остаются клиенты, которые ее используют. И получается, что разработчиков, которые бы хотели работать под эту технологию, становится очень мало, и благодаря этому их стоимость работы увеличивается в разы. И, скажем так, программисты какие-то там на фортране или на каком-то старом языке, которые поддерживают достаточно старые системы, они получают очень хорошие деньги в Америке. Вот. И третий вопрос по поводу менторства. Хочу найти человека, которому было бы интересно общаться, делиться опытом. Арсенье тоже хочу найти. И на самом деле я нахожу таких людей у меня. Есть люди в команде, которые больше профессионалы, чем я в каких-то областях. Я знакомлюсь с совершенно разными людьми. На самом деле это несложно, если есть хотя бы точка соприкосновения. В чем-то вы можете быть полезны этому человеку. Если вам уже есть 25 лет, и вы уже специалист в чем-то. Потому что, в принципе, после 25 лет человек в чем-то специалист. Даже те, которые сидят постоянно в Инстаграме, они хотя бы специалисты в понимании контента, может быть. То есть нужно найти в себе специалиста в чем-то, особенно если у вас есть работа, огромный опыт работы, допустим, в маркетинге, что следует из вашего резюме. То можно сказать, что вот найти человека, который профессионал в чем-то другом, и ему взамен дать свои знания, свой опыт, свою экспертную оценку в маркетинге. И развиваться параллельно уже в двух направлениях. То есть получать информацию от этого, я бы не сказал ментора, а в данном случае партнера. И, может быть, даже развивать какой-то совместный продукт. То есть это тоже интересное направление, где каждый друг друга подпитывает, мотивирует. И не только интеллектуально, но еще и мотивирует в плане того, чтобы действительно двигаться вперед, реализовывать какие-то проекты. Всегда, я считаю, нужно находиться среди того окружения людей, которые вас мотивируют. Если у вас есть в окружении люди, которые вас демотивируют, это нужно менять. Либо менять окружение, либо менять человека. То есть менять человека, каким образом можно, научить его тоже мотивировать вас. То есть по-разному бывает. Поэтому ментора можно найти еще, я видел такие объявления, что человек берет на работу себе начинающего программиста, который хочет как бы учиться. Он будет выполнять какие-то помощники программиста или помощник какого-то начальника, который может передавать свой опыт. Но при этом этот помощник будет мало зарабатывать денег, но может получить бесплатное образование и достаточно эффективное. Но я считаю, что для меня сейчас это не совсем приемлемо. Поэтому я стараюсь находить партнеров, которые бы могли меня научить. И стараюсь учиться у всех людей. У каждого человека чему-то можно поучиться. Поэтому предлагаю вам начинать сотрудничать с кем-то. В том числе, как у вас получилось задать мне вопрос сейчас на LinkedIn. И это уже есть какое-то сотрудничество. Благодарю за вопросы. Если будет больше, обращайтесь. Буду записывать вам либо видео, либо просто сообщения в чате, если это коротенькие ответы. Всего доброго.